В начале совещания сотрудники 2-го отдела полиции довели до граждан информацию о состоянии оперативной обстановки на территории обслуживания за 2015 год. Также подвели итоги работы по предупреждению, выявлению, раскрытию и расследованию преступлений и правонарушений. В целом, считаю, работу за 2015 год сотрудников 2-го отдела полиции удовлетворительной. Это доказывается тем, что более 150 иностранных граждан были выдворены в судебном порядке за территорию Российской Федерации. Возбуждено 5 уголовных дел в отношении местных жителей, которые организовали незаконную миграцию иностранных граждан, а именно поселяли их в своих квартирах. 5 уголовных дел возбуждено за фиктивную постановку иностранных граждан на учет. Это иностранные граждане регистрировались в квартирах, но никогда там не проживали ни одного дня. Также сотрудниками 2-го отдела был задержан так называемый телефонный террорист, который полтора месяца не давал спокойно жить как жителям 8-го микрорайона, так и всего города Одинцово в целом. В настоящее время он находится под арестом. В 2015 году проводилась работа и по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Таких фактов за прошедший год было выявлено 59. Многие преступники сейчас находятся в местах лишения свободы, но некоторым все же удалось получить условное наказание. Сотрудники полиции обратили особое внимание и на повышение активности граждан. Они отмечают, что жители стали охотнее встречаться с участковыми уполномоченными. Население, в свою очередь, с работой полиции довольно. Я считаю, что он располагает к себе внимательно. Если что-то мне нужно, допустим, я ему звоню, у нас прямой контакт всегда отвлекается и как-то, вы знаете, даже очень приятно. Сотрудники второго отдела систематически проводят отчеты перед населением. В отделе размещена информация о каждом участковом, где указаны его телефоны, время приема, а также телефоны экстренных служб, дежурной части и руководство второго отдела полиции. В последнее время гораздо, гораздо, гораздо у нас спокойнее, лучше стало, меньше вандализма стало, мелкого вандализма. А если сейчас даже он возникает, он острый. Почему так стоит? Потому что единичные случаи, и они, все-таки борьба идет очень нешуточно. В полиции хорошо работает. Вот наркоманов я в последнее время даже практически, я не вижу их вообще. Участковые считают, что такие встречи помогают выстроить взаимные доверительные отношения, поближе узнать, что волнует граждан в первую очередь, и со своей стороны оперативно оказывать профессиональную помощь. В завершении отчета перед населением участковые озвучили планы на 2016 год. Необходимо продолжить работу по борьбе с нелегальной миграцией и наркоманией. Особое внимание уделить деятельности, направленной на укрепление антитеррористической защищенности образовательных и дошкольных учреждений. Ну и, конечно, во главе основных задач активное взаимодействие с населением, которое уже сейчас дает свои положительные результаты. Мила Тарасевич, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова».